Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это начало ещё одного ФФА-сериала в мире Сидмерс Цивилизейшн 5. Турнирная партия, я играю за Швецию, против Анатолия, которому выпала Америка, Ахиллеса с его воинственными зулусами, Викса, который играет за Сиам, Великого Рима Тауруса и Карфагинянина Рэйвена. Карта Пангея, игра разбита на серии, традиционно прошу не спойлерить в комментариях и не оскорблять участников партии. Приятного просмотра. Так, ну... Место кому неплохое, три серебра, три амбарных ресурса. Я бы никуда не ходил. Может только на... Так, давайте я, наверное, посмотрю, что с этой стороны вообще. Это просто такой странный шпот, он реально странный. То есть одна клетка по сцене, но я могу Петру построить. Всё, я сейчас поздно? Давай, давай. Ага, олени. Слушайте, я, наверное, всё-таки на холм этот встану. Вы используйте, пожалуйста, этого шанс. Ну, Викс уже прям поставил. Ну, я подумал, тут у меня нет второй еды вообще в первом радиусе почти. А напомни, за кого-то? За Сиам? За Сиам. Да. Ну, бывает такое спот, когда нет кожи, то есть, типа, только одна-вторая еда и всё. Одна-вторая еды? Да, да. В первом радиусе. Ну, можно поставить и без еды в первом радиусе, это не критично. Можно, можно, да. Тем более, это файт, вот в дуэле может быть критично. Когда всё там, как бы, ну, твоё поражение, это как бы победа и другого игрока. То есть, если ты где-то не успел, значит, успел, ну, твой противник. Фа, это не так. Фа, тут главное ныть, что у тебя всё плохо. Ребята, не нападайте на меня. О, я в этом шаре. Ещё, ну, я понимаю, что, наоборот, хочется, чтобы мы его слушали. Ну, просто все твои шуршания сейчас слышали. О, блин. Сейчас хожу по админгу. Ну, с одной стороны, конечно, классно, что я с краю. С другой стороны... Странный спот, конечно. Не, ребят, я просто... Уходи на скринги, чтобы кто-то напишет дыр. Хелеса, подожди, а ты, у тебя, ты говоришь, у тебя там соли, что ли? Да, но у меня при этом какой-то очень странный. Но обычно так бывает. Обычно соли в столице, а остальные градослабления. Нет, проблема в том, что у меня как бы столица сильная будет там до седьмого жителя. А дальше всё. Просто клеток нет. Ну, вырастешь до семи, можешь ливать, в принципе. Ну, такой же план, да. Чтобы созрел. Блин. Не очень неудачно пошел. То есть тут... Мало клеток я исследую. Не в очень удачную сторону, я бы так сказал. Это вот сверху тундра. Не стоит. Не стоит, Райван. Это что, сразу же? Пацаны, разит микрофон включу. Нет, 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 нет. Вот этого не нужно. По-моему, нужно. Да, ребят, а что лагает-то действительно? У кого там с кем? Да, кстати. Прикол не то, что лагает. Прикол, что вы и не просите никто. Что просим? Что вы и не просите. Я не понимаю. Я слово просим понимаю, а перед этим что? Что вы не просите рестарт, я обижаюсь. А. Так, все, наверное, друг. Я точно не буду просить. Вот я вам сразу говорю. Какой у меня не был старт. Так что на меня не надеетесь. А зря. Добрый день. Надеюсь, что сейчас кто-то написал. Ну. О, блин. Я тут вообще на отшибе, походу. Ну, это здорово. Можем в традицию поиграть. Хотя... Странный. Ну, вот я тут могу город поставить. Конечно, на море будет, но... Места у меня тут не особо много. Ну что, у нас следующий ход узнаем. Я слышу, что когда звук сообщения... Так... Надеюсь, это очень, я думаю. Так, и... Чем мы играем? Таурус. 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 Никто не писал из вас. Откуда будет 300. Да и зачем. Логично. Я понял. Блин. Такое ощущение, что вообще остров какой-то. Ну, тут, наверное, бусилки проход на Пангею. Ну, прям... Ахиллес, ты стримишь? Да. У тебя зритель спрашивает? Да, мне сплачет, почему я не стримлю этот турнир, как бы, там... Да ладно. 50 раз, ну. Неужели в эту сторону? Да ладно. Что это за? Да, почему ты не стримишь турнир? Что это за место такое место? Ну, амбарные ресурсы надо взять. Даже не знаю, как тебе ответить на троли. Я услышал, что это царказм. То есть, у меня вот такой полуостр, мне надо будет туда, куда этот город ставить. Я не могу победить в Дискорде. У меня Дискорде с телефона. Поэтому я просто записываю. А ты сделал там настройки, которые я писал отключить? Я в теме турнира. Да, я в теме турнира можно сделал уже. Уже два раза в шестером мы пытались настроить. Два раза в шестером? Звучит как Орги. Это и была Орги. О чем речи отходи? А, все, теперь ты уже не узнаешь. На самом деле я не отходил, просто вас не слушал. Вот это ты хитер. Слушай, да, да это ты, конечно, нас подколол. Так, слушайте, мне нужен пантеон на серебро по Любасу. Может, конечно, пантеон на... Ну, пантеон нужен. Пантеон нужен. Я даже, наверное, раньше святилище построю, чем... Это уже оскорбление личности считается. Слушайте, а давайте я тут встану, чтобы никого не пускать. Здравствуйте. Это вообще законно? Нет отелестный кустар? Нормально. Что, выносим его? Да, выносим, пацаны. Какой у меня его носил за перышью? Что, Анатолий, ты далеко отсюда? Вот непонятно с городами, честно говоря. Ну, один, наверное, какой-то тут на проходе надо будет поставить в любом случае. А вот остальные города... Ну, например, здесь... И здесь... А, какой-то жесткий паиль. Да не, не очень. Вообще, наверное, пока я не буду расти. Да, чудесно вообще паёт. Привет, Викс. Пережителю на солях, на пшенице. Здорово, Викс. Четыре? Викс, а ты... Я вырос, и я сгорала в рынке. Викса, ты... Где мы встретились? Понятия не имею. Ты видишь, ну, как в себе видишь? Ну, что я сейчас вижу? Хом, я вижу эпизонов и седантов. Синай. Синай. Висел... Викой Ласс. А он, а ты сестра, тебя где, снизу, сверху? Ну, я за горами. Снизу? Ну, да, да, да. Хорошо. Как раз, колочек, хорошо. Каз, короче, ничей. Купить вот эту пшеницу? Кстати, вижки твой воин стоит. Я хочу немного выше горгода поселиться на реке. Пожалуйста. Пожалуйста. Я внизу, я внизу за горами. Вот этой бухты в городе. Блин, или мне где-нибудь вот здесь поставить лучше. Потому что тут рыба есть. Нет, мне на них хватит. Тут такая корот обстреливается со всех сторон. Ну, блин. Жанна, Толь, как с тобой теру-то делить будем? Ну, ты вниз не селишь, а? В смысле? А у меня и вверху море. Ну, устились на море? Что, я не выбрал исследование? Ну, что за фигня? Пойдет, Георгий? Что, ты прям хочешь сказать, что близко? Бунда нет далеко. О, Катманду прикольно, да? Слушай, Анатолий, ну сахар я в любом случае хочу забрать. Сахар? Который не живут. Не живут. Хотелось бы, конечно, религиозную ГГшку встретить, честно говоря. Сахар болоте. Ну, что это можно сказать? Ты у нас Золус на столях. Блядь. Ой, сори. Извините. Здесь заковырвался. Просто Золусу увидел. Да ничего, бывает. Бывает, это плохо. Я увидел Золус и его демографию. Прошу уходи отсюда, не возвращайся. Ну, что, Золус, ты садовай на бьюти или как? Короче, Золус, если ты не будешь селиться правее моего копейщика, и вообще не будешь рядом селиться, то мы сможем жить дружно. Я буду выше твоего копейщика селиться. А я против. Я так понимаю, что все вокруг Золуса, что ли? Да идите в обзор. Давай пильнем Золуса, короче. Ну, нафиг. Согласен. И кому его столица достанется? Да, Варвару мы дадим. Кому угодно. Варвару мы растерзанет дадим. Я просто делаю разведчику, сразу говорю, уходи. Пошел первый. Ну, это встретили ГГшку. Две ГГшки. Хотя... Я же не знаю, я не думал, что настолько близко. Боже, сколько тут варваров. У меня есть. Ага, тут все. Ну, нету тут дальше территории. То есть, вот здесь где-то надо решать город, на проплывы мне ставить или нет, другой вопрос. Может, все-таки вот здесь поставить? Вот здесь. То есть, это больше вменяемых клеток будет. Просто это не самый хороший... И я думаю, что с этим городом можно не спешить, потому что это не самый прям лучший город. Вот тут получше будут города. Только надо подумать. Сюда, видите, судя по разведке, сюда никто не будет город ставить. Я хочу мрамор потрогать. Вращенец. А, этот мрамор-то подависим. Только если ты заберешь его с левой стороны. Нет, пожалуй, не буду отдавать ему юнит. Ребята, как-то с кем лагает. Не расскажете. Не самые лучшие города-государства у меня для союза. Военные и... Ну, это какой-то еще более-менее, в принципе. А кто еще с ними стартные, кто-то будет лагать. Если он там посередине, значит, вы там его и мочите. Кому это выгодно. Однако. Хотя, если у него с любой старт, я думаю, вы его так просто не замочите. Пока в игре небольшое затишье, спешу напомнить, что это видео вышло при поддержке глобальной браузерной космической стратегии консулвор.ру. В параллельном мире на землю напали рептилоиды, и только консулы, игроки из нашего мира, управляя через канал связи колониями людей, смогут победить проклятых рептилоидов. На моей памяти первая браузерная игра, в которой креатив ценится больше постоянного в ней нахождения. Не забудьте после регистрации воспользоваться бонусным промокодом «Леша играет». Да, я вообще просто отдельно от всех, походу. Очень странное у меня начало. В принципе, на тебя пофиг, я все свои города вижу, я хочу любить, чтобы брать и всё. О, великий Рим! Слава Рим! Это будет странная, интересная игра, как мне кажется. У него же была Венеция. Мне правда не заметил. Так, сейчас следующим ходом я переключусь на пшенички. Буду очень быстро расти. И можно будет, в принципе, купить ещё клетку. Я пока одним городом играю. Я буду поставить на овцу, которая под горой. Хорошо, потому что я буду сидеть сам на этой реке, которая отсылка-то. Потому что у меня реально все равно место полное. Здесь ты родишь моё положение. Нет, я же говорю, только вот на овцу поставлю, и всё. Пустите, я не могу не спешить с этим местом. Спокойно решать, куда мне город ставить. То есть вот места, и вот места, да? И четвёртый город, то есть до четыре традиционных города есть место у меня. Отлично. Там что, городика у тебя? Ну, да. А, и всё-таки тут есть проход какой-то. Ну, так. Пулемо-то. Тут у меня ни горы, ни реки. Так, монумент я сейчас получу. Это от этого вполне соответственно, чтобы тебе не нависить. Ну, Тауруса встретил. Ну, это я его преубеличиваю. Здравствуйте, Алексей. Здорово. Далеко ли вы? А я не вижу, где я тебя встретил. Ну, ты в Баловсе стоишь, а я на холме кучили. А, отсюда далеко. Ничего интересного нет, налево можешь. Только как поясни, неинтересно. Прямо можешь пыли. Налево идти? Прямо налево шагай. Знак нашу, блин, будет. А, ну да. Только жалко Укахоке, оно. Это моё будет. Да, себе заберёшь. Ясненько. Блин, неужели кто-то взял на... Не, фу. А, тут же Зул с Петра будет? Ну, Зулса вообще всё жирно. У него там, погодите, у него помимо соли ещё Петра там? Петра, блин. У него ещё второй голод, там на реке, на горе, там с Олью опять же это всё. Сколько у него пустыных холмов? И, скорее всего, и меня он будет забирать, потому что он волю взял. Блин. Сколько у него пустыных холмов? Я волю взял. Да, слушай, ты видишь Улунди? Улунди очень темповый город, но он как бы в лейте. Давай мне рассказывай про лейт, да. Это не сказка. Я спрошу, сколько у него пустыных холмов, мне интересно. Да не мало у меня, у меня пой много. То есть у тебя по априори уже есть Петра. То есть я уже, у моей столицы будут камняны. У меня было где-то 3 четверти стране СТС. Я её построю, а не ты. Потому что у тебя лучше город, чем у меня. У тебя там соль, у меня что? Какао там, сахар, всё. Почти никакой промки. Нет, если ты, конечно, да, если ты, конечно, не будешь строить, то всё, я молчу. Я буду строить. Ты не строишь. Понимаете что, я куплю вот эту клетку, чтобы просто никто не мог пройти ко мне. Если кто-то вообще придёт, чтобы никто мою территорию не видел. И они агрессируются. Надо было этого оленя покупать, взятупил я. И того оленя купил. Ну это олень был бы с производством, а это без ничего. Да, получается между 0 и 8, что ли? Да. Кусух вообще. Не, ну я взял традиции по этому вещам. Карфагин, а ты получается, что, за Вильнюсом, что ли? Вильнюс, это что? Город государства. Я правее, выше Вильнюса. Так, ещё 5 ходов. Правее, выше. Кажется, наверное, храм Артемиды построен. Понял, понял. Ну, тебя интересуют вот это вот река, да, где там вот там? Да, 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 и что? Я понимаю, что хочешь забрать себе. Кайлас, я не буду, типа, мешать. Нет, Кайлас, что там, 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 так и смысл наставить. Не могу тебе накинуть денег, чтобы ты не перекупил. А где тут Рим, как, почему он на... Да нет, ну это много страшного. На копе царя Соломона роток разевает. Или попробую. Подожди, так это, сколько... Это какое от тебя расстояние, ты что? Такое от меня расстояние? Раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток. В чем, собственно, проблема? Подожди. Так ты где находишься-то? Ты находишься... Я прямо выше Соликотария. Вот совсем выше. Не лево, не право, а именно выше. А, я понял, прошу. Наконец-то. Осталось, интересно, то, что Антону на Ригу глупенькое. А, подожди так, ты выше Антону на Ригу что ли? Я просто не понимаю, как сейчас... Левее, выше Антону на Ригу. А, левее выше. Вот ты от Солсука ты идешь прямо вверх. Ни влево, ни поворачиваешь, ни вправо. Просто вверх. В прямом маршруте. Так понятно? Так, знаете что, я хочу ука-хокке украсть рабочего. А, все-все, я понял, понял, понял. Так, а у вас тогда двое-то на что-то будет. Когда я снялся, если бы я забрать, то он может. Пожалуйста. Просидите внимание. Тарим, что ли, взял? Ну, что выглядит такой, мам. Культура и вера от вина и... Ты где-то не несешь. Кому-то весело там. Вот рабочий. Заберем. Так что, Анатолий, мы с тобой как-нибудь договорились? Я потому что конфликтов не очень хочу. Он хочет сам их устраивать. Надо подначивать, я говорю. Я играю по воле, мне просто... Я помню, ты Дерс играл по воле. А я убью вас по воле. Не, если воле, то это 85% шанс того, что этот человек будет агрессором. Да не буду я агрессором. Ребят, Карфаген, Америка, это самое, Изоусы. Можете подойти как-нибудь к этому? Вопрос? Катманду. Катманду, я, блин, из члены киевера. Катманду моя столица. А, понятно, блин, из члены киевера войну, вообще. Не понял. Катманду, смысл, твоя столица. Моя столица левее Катманду. А, думал, ты, я думал, твоя столица, ты есть Катманду. Я что-то даже немножко приоткрыл рот. Единственное, английская повесть о том, что индюк очень много думал. Думал о том, что люди его рабы, короче. А потом, когда они его зарубили на Рождество, короче. А теперь можно то же самое, только громче. Нет. Ну ладно. Ничего себе. Ничего себе. Кто это так с Артемидой? Кто же это построил? Слушайте, ну, Зулус... Ну, я не знаю, кто там собирается мир с Зулусом что-то держать. Его надо бить. Теперь Артемида это повод для войны, да? Да, это у тебя будет быстрее. Повод для войны, соляной старт и Артемида, вообще... И воля. Артемида, Зулусы, воля и соль это повод для войны. Нет, подожди, Олеж, ты еще забыл, что он Зулус? Ты еще забыл, что он Зулус? Почему я не забыл? Отлично, просто вот... А что вы тогда его не потеряете-то в таком случае? Потому что он нас вынесет. В смысле? Меня потеряет, может, один Анатолий. Вот ему это надо? Не уверен. Да, надо. Конечно, надо. Потому что ему надо руинить игру, тем более, что я говорю, я готов... Если руинить игру тебе, то да, если... Так ты его вынесешь. Ты его вынесешь, если не на медкарях, то на арбалетах. Вы будете меня решать, кого я буду выносить, кого нет. Мы за тебя не решаем. Мы просто говорим, что ты так сделаешь. Хорошо, вы хотите сказать, что на 28-м ходу есть лидер, да? Да. Это вообще-то заметно, что... Отлично, парни, отлично, 5 баллов. Спасибо. Зачетку давать? Да. А, я понял, Анатолий. Мир? Не, не будет мира, да? Какой мир? Ты зулус, который... У которого я единственный сосед? Я тебе еще раз говорю. Ты не можешь рассказать про мир. Ну, давай, расскажи мне про мир, волевой зулус. Анатолий, это вот сейчас твое решение испортить игру, не мое. Я тебе еще раз говорю, что я забираю люкс, который мне нужен, и мне не нужна война с тобой. Я могу поставить свои 6 волевых городов. Анатолий, это вот твое решение испортить зулусу игру. Анатолий, телец, что ты мне предлагаешь? Ты мне предлагаешь жить в ожидании того, что ты меня просто потом выйдешь. Подожди, ну ты сейчас что хочешь сказать? Что ты меня заберешь, что ли? Сейчас пик моей промки. Я по воле иду. На солях. Сейчас вот максимум моего развития. А зачем мне ждать чего-то там того? Так сейчас это самый глупый способ вот меня вынести на этом моменте, потому что ты не вынесешь. А когда он тебе, интересно, вынесет? Ты зулус? Ты сейчас, я тебе говорю, что сейчас будет самый пик. Ахиллес, вот расскажи, у тебя потом будет пик с импи, у тебя будет потом пик с арбалетами. Когда у тебя не будет пика? Да потому что в арбалеты традиционник выйдет раньше, чем я. Я в коляске... Ты этого традиционника раньше выяснишь, чем он выйдет. Ты этого традиционника выяснишь раньше, чем он выйдет. Да, я тоже думаю, что ты его еще и на этих метких. Да не нужен он мне. Почему я должен упарываться? Вы не видите теру? Тут джунгли, холмы, реки. Почему болото? Ты просто построишь дорогу и все. Дорогу построите и все. Все параболеты решены. Я не очень понимаю, в чем ты нас убеждаешь. Артемида это волевое чудо. По воле без Артемида играть очень сложно. Вообще-то в традицию тоже можно. Ну я в игре, если что. Ну или хотя бы сделай следующим образом. Просто тогда апни меня за деньги моего слона в свою волну. Все такие-то очень странные. У вас в союзы поехали? Ну у нас в обоих слоны почему бы нет? Так а зачем? Ну весело же. Так, давайте думать все-таки, куда город ставить. Ну я все-таки думаю вот здесь поставить, а следующий где-то тут. Только один город у горы будет. Нет, караван пока рано достраивать. Сейчас построю лучника. Ну еще и в письменности. Рынка, представляешь? Бывает такое тоже. Нет, такое не бывает. Значит, все в стороне я повезло. Тут серьезно, 30-й ход, что-то рассказывает о том, кто лидер. А кто, а кроме Анатолия, еще кто-нибудь рядом с Зулусом есть? Он в центре? Отстаньте вы от Зулуса, вот серьезно, просто отстаньте. Слушай, вот ты до этого орал, что ты разговариваешь с Анатолием, типа не лезь ты, теперь с тобой никто не разговаривает, я с другими разговариваю, ты влазишь. Просто двуличность. Лицемерие и двуличность, да? Девиз Зулусов в этой игре. Войны и стандарты, пошли двойны и стандарты. Каждый раз я говорю, нет, не буду больше играть в фашки, вот ну а ну нафиг. Тебе никто не мешает воспризнать свое поражение и нашел общую победу или вынуть. Только правила мешают. Как же я не потерял столицу и все такое. А ты отдайся Анатолию. Отдайся Анатолию? Звучит как-то не очень. Да, пропаганда началась, это уже законы Российской Федерации, Российской Федерации запрещают. Ну в смысле, ну не в этом, ладно, это вызвращенцы не я. Это вызвращенцы не я. Волнуются все страны, кроме Российской Федерации. В каком смысле? Это вызвращенцы не я, вы обо сами об этом подумали. Детей и публичные материалы. Так что это все. Ну так вон я слышу дети у нас на фоне, вполне могут услышать. И стать геями. Так. Серьезно, Анатолий, на кой черт мне сдалась твоя столица на воде? Просто нахрена. У меня есть места для городов. Так в Алиекусе время нужно как можно больше мест. Да нифига! А, то есть ты готов в три города играть, давай. Я не буду играть в три города, я буду играть в пять-четыре городов своих. Нифига. И все они будут вокруг Анатолия, да? Прикольно, прикольно. Нет, ну я проиграю эту войну, очень видно, но что делать? Рождать средневековье? В смысле, ну понимаешь, а как бы какая разница, в средневековье, может я на тебя пойду, может я на Карфаген пойду, может я на ГГшки пойду, а так ты не выиграешь эту войну. Ну подтягивайся, Карфаген, что о тебе сказать? Что? Подтягивайся, говорю. Он не подтянется никак, тут вообще никак. Тут проход через одну клетку гор, вся в холмах. На самом деле я не смогу на него напасть, как бы я этого не хотел. Он не дойдет до меня просто вообще никак. То есть воевать придется тебе одному, зачем тебе это? Анатолий, смотри, вот сейчас вы, может быть он все-таки в лучшем состоянии, чем ты, но когда наносит средневековье, он будет в два раза сильнее, чем сейчас. Нет, нет, как раз наоборот. Не как раз наоборот, у тебя будет уникальный юнь, у тебя будет куча городов, как ты говоришь, что ты будешь быстро развиваться, то есть у тебя будет уже быстро развитые города. Сейчас три года у Анатолия ноль. И вот и ноль городов, охуеть. Ну типа... Не ругайся. А помимо столицы еще три города. Нет, в смысле ну два города у меня, по-моему, столицы. Ну так и сразу говори. Правильно, грамотно. Какая-то истерика, это ради того, чтобы войны не было, я тут тихонько сижу отдельно от всех, развиваюсь. А знаете, что я оставлю тут такая скалка? Я за тебя молюсь, я за тебя боюсь. Тихо. Только я, я насчитал, что я успею, я калая забрать или нет. Сиам, ты веришь в меня? А почему только Сиам? Это обидно, что ты только к Сиаму обращаешься. Леша, ты в меня веришь? Нет. Ну вот и все. Ну есть же еще другие игроки. Я просто в тебя не верю, потому что я тебя не встретил, не знаю, где ты и что ты. Нет, я вам не буду спрашивать, Охи, или смерть на меня, просто скажи, что умри. А вот если я тебя встречу, ты в меня поверишь, Леша? Конечно. Ой, спасибо. Уже факт того, что ты меня встретил, как бы... Ты прям на отшибе, что ли? Да, за Римом. Какая у тебя нация? Швеция. Нет, не удастся исторично пошутить. Сиам, как ты видишь то, что я возьму понтон на плюс еды от какао, бананов... А, это какао вроде не дается. Стоп. Напомните, есть такой понтон, который добавляет плюс одну еду с цитрусов, бананов и пшеницей. Завходят какао или нет? Какао, не входит. Значит, дерьмо будет. Да, только этот пансион уже американец взял, поэтому пофиг бы. Серьезно? Да. Здорово. Блин. Окей, не зачем мне брать. А, нет, культура заплантации. Почему бы не? Только не смейте это брать. Кстати, сиам, тебе нужен сахар? А, сахар? Да. Нет, типа, пока ничего не нужно. Вам будешь понадобиться? Пока вроде не замечается. Профессиональный. До новых встреч. До новых встреч. Слушайте, ну какие-то такие серьезные лаги, честно говоря, при том, что... Это химис, это чисто химис. Давайте его прогоним и возьмем кого-то другого, дружелюбного. Чувак с 12 часов ждал игру, а тебе его прогонит. Да, жестоко, это жестоко. Знаете, что жестоко, Леша знает, это когда ждать несколько недоигров, у тебя говорят, пацаны, ее не будет. Вот Леша знает. Ты о чем? Когда ты играл за египет. А ты там играл? Ладно, ты не обижаешься, я обижаюсь. А ты там играл, да? Да. Я чуть не помню. Ну, я помню там только, как спаешь, Венецию и Австрию. А, за Францию, да, ты ж мне там помогал, точно. Я же помогал. Ты забыл меня. Так, блин, это из-за свимера получилось, блин. Я бы тоже доиграл ту игру, не знаю, хотя он вполне все было. А что, Анатолий? Ты что, Анатолий, не, как? Ты ничего не предлагаешь. А что тебе предложить? Я тебе говорю, то что я готов. Я жал пару раз, я знаю, чего стоит твой заверение и обещание. И я не знаю, как там вообще разойтись. Не знаю. Знаешь, я тебе расскажу одну забавную историю. Хочешь, Анатолий? Анатолий. Вот он играл за перчим. Был моим соседом, Валерий Павловский. Говорит, давай построим тут город, и мы будем жить дружно. Это куплено. Окей. Спустя пару ходов, наверное, ободает другой человек, и он тоже присоединяется. Какие истории? Нет, просто прикол в том, Анатолий, то что тебе вот эта твоя сейчас вылазка мало что даст. Ой, все, иди нафиг. Леша, мне помогла твоя вера, спасибо. На здоровье обращайся. Обращайся в мою веру. Не обосновать, а основать, блин. А я обосную за веру. Слушай, ну ты русский, ты из России. Вот не стыдно, когда человек из другой страны лучше знает твой родной язык? Нет. Я просто вспомнил, да, я помню. Может, ты старше, по-моему. Какая разница? Нет, ну в принципе, русский, белорусский, это почти все то же самое. Да, да, украинцам расскажи. Ты сейчас подогреешь эту историю. По поводу старше и младше, это для орфографических, синтаксических ошибок, но употребление это слов, обосновать, основать, это же разное просто, ну, они разное обозначают. Обосновать это ты что-то... Я сказал, обоснуешь за религию. Обоснуешь за религию? Да, ну как поясню только обоснуем. Тогда ладно, извини. Отлично, мы открутился. Да, молодец. Давай зачетку. Да куда? Копец, что ты убежал, в смысле? Лол. Поставил утику возле лагеря варваров, теперь на зенепарме не любит. Шикарно. Показывает глубокое знание игры. Кто? Так, 15. Ребят, ну лаг вообще уже под 5 секунд, наверное. С самого начала игры, кстати, или нет? Не, меньше, меньше, не 5 секунд вы привели. А вы там еще как-то умудряетесь как-то там воевать? Ну, я тоже не понимаю. Ты бы видел это вообще какое-то шоу, я не знаю, бы нехило, там, короче, все друг с другом бегают. Это такой медленный клик, что просто я кликаю, он кликает, и я кликаю. А вы что, воюете там, что ли? Как инвалиды, блин. А что, кто там воюет, я не понял. Ахиллес и Анатолий, Зулусы и Американцы. Ничего себе. Я думал, вы шутили все это время. Да, мы шутники. Смешно, Ахиллес? Очень. Очень. По-моему, он может просто заливаться от смеха. Лень от смеха. Блин, я не успею переключить. Уже пускай. Ай, блин. С лагами играть, конечно. Так себе удовольствие. Так. На что мне брать? Все дерьмо. Всем. Тебе нужны культуры заплатации? Откуда вот эти? Молчание, так согласие. Ебой. Что-то, что я не понял еще раз. Все поздно. А, ну. Ребят, я надеюсь, вы хоть не торгуете с Зулсом на Солеву. Кстати, пора. Я не торгую. Ладно, что что-нибудь. У тебя никогда будут дубликатывать все. Мне очень нужно. Ахиллес, ты думаешь, что я сейчас серьезно это приму, да? Откуда я знаю? Я знаю. Нет, я офигенно, конечно, вот пришел поиграть. Почему травля начинается вот прям в 20-м году? По-моему, тебе уже все объяснено. Ну, Ахиллес, ну, я не знаю, что ты сейчас сейчас про это прекрасно понимаешь, почему. Нет. Тебе прекрасно объяснили. Типа, я никогда так не играю. Я всегда играю так, чтобы самому хорошо развиться, а не чтобы там... Ну, он будешь хорошо играть, вынося на твой. Ну, конечно, хорошо развиться, чтобы потом соседа вынести. Так ты сейчас хорошо разобьешься. А что? Я никогда не смотрю в рот другим игрокам, что у них там происходит. То есть мы должны просто забить кое-что на то, что у тебя офигенный старт, то что ты злус и через волю ассортимед. Ты можешь вообще забить на это. Я услышал твой старт, я слышал. Отлично. Отлично. Вижу звон, не знаю, где он. То есть мне сказать, что у тебя отличный старт, я даже помню, условно, у тебя столь там гора, река. Какая гора, река? А ты... Это во втором городе у тебя. Хорошо ошибся. Во втором городе у меня нет горы и реки. А мне... И в третьем городе у меня нет горы и реки. Вот не поверишь. Реки... Так иначе ты злус к хорошим развитиям. Ну в четвертом городе у тебя есть река и гора. Нет, нет, четвертого города, но нет, там тоже не будет. Вот играй через три города и я рада всю жизнь. Тогда я это обиду. Мы забавили. А ты нас нет, ты нормальный, классный пацан. Здорово, что ты с нами играешь. На самом деле нет. Блин, Рэйвин, тобой недоволен. Он мне предал однажды. Слушай, ну Ахельс, ну не мы же с тобой воюем, а... А он просто уже умчает на свое зло. Он же зависим от игр. Так, железо, письменность и... Блин. Ого, сколько у меня железа. Прям тупо на моей территории еще будет. Ну да, ходить, конечно, не будет. Ну правда, количество... А, у меня Стокгольм прям стоит на железе. Офигеть. Рэйвин, ты понимаешь, что это будет? Сейчас вот Зулуз. Куча городов. Который придет потом к тебе. Ты хочешь с ним меняться? На, же я передумал, ты прав. Ну ты еле сваркачивать дипломатию, тебе ее нет. Анатолий может дипломатию, ты не можешь. Это не дипломатия. Это дипломатия. Нет. Да, он меня убедил, что не цирковать с тобой. Убедил. Убедил как, сказав, посмотри, он Зулуз? Он не Зулуз. Анатолий... Не, подожди, мне сейчас интереснее Анатолий. Анатолий, это дипломатия? Нет, я сам чуть-чуть это... Нет, ну ты ответь. Анатолий, ну... Или кухонные разговоры? Кухонные, кухонные. Видите, Анатолий считает, что это не дипломатия. На самом деле, я уже просто хочу вызвать ботхерту Ахиллеса. Ну и зачем? Он просто забавно злится. Да он, наверное, зазлился еще с самого начала, как на него Анатолий собирался нападать. Так что... Не надо. Собирался нападать, он напал. А, он сразу напал. Блин, держу тебе кулаки. И когда встречу, я, может, даже кунтус подарю. Слушай, ну, я Ахиллес со своей стороны скажу, что я, как бы, реально... Я бы поступил так же, как Анатолий. По той простой причине я точно так же играл в турнирной партии против Вайпера Димы. То он играл за Америку, у него тоже офигенный соляной старт был. Я просто понимал, что если я на него сейчас не нападу и что-то не сделаю, он меня по-любому выносит на арбалетах. И что, вот... Как там можно договориться, в принципе? Я... Ну... Блин, ты можешь... Кстати, Лёш, а Вайпер потом, он же признал, что он так и хотел сделать. Ну, есть... Так это... Чего смысл... Это просто видно по ситуации. Это даже не надо обсуждать ничего. Я-то поэтому с ним ничего не обсуждал и нападал. Это видно? Он даже ничего тебе... Да, да. Это просто видно и, как бы, необсуждаемо. Это вопрос к старту. То есть, ну... Был бы у тебя похуже старт, можно было бы договариваться. А так, к сожалению... Я клик Анатолию, просто жесть, как проигрываю. Просто жесть. Ну, ты зачем мне кликать? Ну, чё я кликать Анатолию, если честно. У меня тут просто не клик и дело, а влаги. Тут... Ну да. Происходит страшно вообще. Ну, так как лагаешь именно ты... В крови корейцы. В корейской крови. В корейской крови. В корейской крови. В корейской крови. В корейской крови, да. Какие были варианты? Нет, он её строит, на самом деле, в каждой игре при любых обстоятельствах. Неправда. Он строил в прошлой игре, когда играл за Китая. Правда. Я её строил, когда играл по воле. А ты всё время играешь по воле, ты не заметил? Нет. Я 300 в игре играл, ты всё время играл. Блин, Рэйвен, слушай, ну... Отлично просто. Ладно, Рэйвен, заканчивай троллить. Хорошо, я понял. Он должен сейчас сильно разозлиться, больше не буду. Давай заканчивай. Имеет смысл троллить, когда это дипломатия какая-то, а когда просто, чтобы человека разозлить? Не, прикольно, конечно, что я проигрываю просто весь клик. Ну, это у тебя что-то с интернетом. То есть, ну... Мы из-за тебя лагаем, кстати. То есть, он отводит, юнит лечится, а у меня все умирают. Просто все. Ну, так тоже отводили еще. Я не успеваю, ты понимаешь? Что он ходит первый. Вопрос. Разве у нас нельзя так, чтобы мы ходили одним юнитом и ждали его реакции? А какая разница? Он как бы кликает, я кликаю по его юниту. Он его уводит. Дальше я кликаю свой отвести, он его убивает. Тебе не кажется, что хороший пароль будет сеть в обороне, а не пытаться агрессировать? Ага, он в обороне сеть. Ага, он в обороне сеть. Ага, а чего он нападает? Просто по сроку что, Лук и... Блин, Рэйвен, просто можешь вот завалиться, пожалуйста? Я могу замолчить, но не завалиться. Я напоминаю, что в дискорде можно бьютить друг друга. Ну, прикольно. Причем, у кого включен оверлей, это прямо в оверлей можно делать. Не обязательно там... Что такое оверлей? Ну, это показывает... Ну, оверлей, если в переводе... А, я понял, это сверху лежит, да? Поверху игры показывают. Да, да. Спасибо, Илюш, я это вижу. У одного парня. Может мне чудеса лучше взять, чтобы быстрее нацколледж построить? Кстати, готов серебро менять. Америка, Рим не надо? Да. Мне... Так, встреть меня. Где? Ну... За Римом. А Рим где? За Америкой, видимо. А Америка где? Где-то на карте. Я ожидал, что ты скажешь. Где ты злулся? Он хотел спросить, где злулся. И как бы я его встретил, мы посольство не принимаем. Я хочу понимать, почему на тебя, Ахилес, слиться. Чё-чё-чё понимать? Почему ты на него злишься? Прикол в том, что у него злишься. Я сейчас реально забираю. Обидно то, что там на самом деле не хватило того, что мне не хватило 5 влияния, чтобы собрать данник и купить копеечек. Ну, Ахилес умеет воевать. Я не умею воевать, к сожалению. Он часто играет или что за автократию? Да нет, он собрал. Да ладно, ещё копейщик появился. Ну, что ты будешь делать? Ну, короче, Ахилес, это Артемида, она тебя убила, по сути. Нет. Ну, может на эту тему говорить долго, но... Меня убило во многом клик то, что я клик просто проиграл полностью, вот вообще полностью. Ну да, лаги, лаги. Ужнуться последней армией, серьёзно. Да, я тебе говорю то, что я просто не успеваю отводить юнит, а он мне играет. Ну, я такой же степени. Да такой, понимаешь, я ни один юнит не могу отвезти. Мне тебе жалко. Я не успел его убить, воина, который встал на лошадь. Надо мне коней. Просить у вас коней, естественно, вы мне не дадите. Естественно. Ну, а я бы уже дал. А зачем? А зачем, чтобы американец забирал Зулуса? Кому-то хочется этого? Да, я хочу. Да, как бы Рэйвон, он хейтер просто. Ему нужно, чтобы меня забрали, и всё. А дальше пофиг. Нет, на самом деле, у Америка менее опасна, чем Зулуса. Да, конечно. У неё меньше, как он стал к войне. То есть, у неё будет дороже. Ой, Рэйвон. То есть, у него не будет импи. У него не будет, как это называется, Иканда. Да, расскажешь потом, когда на тебя Би-17 пойдут. Ну, это ещё для него дожить надо. Он сначала должен дожить. Может, его кто-то какого времени Рим вынесет. Он невозможно. Может быть, они там с шведом договорятся и вынесут его. Я не отбиваюсь от него. Слухом, слухом. Да надо интернет чинить. Ну, тут вот чисто я проиграл, потому что, ну, просто не успеваю. Я не могу это сделать. Откуда эти все пруды? Где тут лагерь? Непонятно. Нет, ну, конечно, может поменяться в столице. Может быть, я даже тебе помогу. Ну, уже поздно. Да, конечно. Нет, ну, правда. Как хочешь. Нет, просто поздно. Я же не злорадствую. Просто реально уже поздно. Ну, тут лагерь, короче. Лагерь решили. Да. Не, ну, с другой стороны, это справедливо, потому что, видимо, это из-за меня лагерь. Скорее всего. Скорее всего. Поэтому в этом плане. Ну что, у нас теперь новый лидер. Новый лидер. Анатолий. Самое время как раз-таки тебе хватит места, чтобы все это обуварить. Обуварить. Посмотри. А у меня не открыт тот человек. Ну, это... Так, а что по F9? По F9 ты на первых местах. Ничего ты. Я на первых местах. Ну да. У меня на первых местах. Здрасте. Мне показываешь ты. Ну, мне надо. Я Ахиллеса не встретил, а тебя я встретил. Америка, да. Что-то ты ложишь. Не ложишь, а обманываешь. Что-то говорить тебе. Да не, ну как. Ладно, ну слушай, мог бы мне дать коляску твой убить? Первый по науке Америка. Первый по населению Америка. Первый по солдатам Америка. У нас эти урожайности производства. Да не, топовые пацаны не смотрят. И что, это последний по этим показателям? Ну что, ГГ? Да, ГГ. Пойду интернет чинить. Так у тебя же еще города есть. Посопротивляйся там. Какая разница, я тебе говорю. У меня была армия тогда. Я был второй по армии и там отставал, не знаю, тысяч на пять, наверное. Прикол в том, что я ему снимаю хп до красного, он вводит, а я нет. Ну и это не то, что как бы просто клик, а проблема в лаге. Загляните на консолворд.ру. А на этом пока все. Продолжение постараюсь выложить завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.